Я проверил свою биохимию крови, и сейчас я моложе и здоровее, чем когда-либо за последние 10 лет. Я могу отслеживать различные показатели, тестостерон, глюкозу, уровень воспаления, группу крови, состав клеток крови. По большинству этих показателей я здоровее, чем 20-летний парень. И я думаю, что это во многом благодаря моей новой диете, которую я выбрал, потому что вижу, что со временем мне становится все лучше и лучше. Я брал интервью у Алана Кэмпбелла, бывшего личного повара Тома Брэдди и Жизель Бунтхён. Мы долго говорили о питании и о том, как оно влияет на умственную и физическую работоспособность. Мне интересно, что вы упомянули об отказе от молочных продуктов и увидели, что это работает, потому что три вещи, которые он назвал, дают наибольший эффект. Глютен, молочные продукты и сахар. Как это влияет на ваш сон, физическую и умственную работоспособность? Первое, от чего я отказался, было много углеводов. Раньше я каждый день ел хлеб. Я просто ел то, что ел, намазав на тост. Ладно, такова была моя жизнь. Я отказался от этого и сразу заметил улучшения в биохимических показателях, особенно в уровне глюкозы. Затем я отказался от мяса. Я перешел на средиземноморскую диету, ел рыбу, а теперь вообще не ем мясо. И это еще больше улучшило мои показатели. Холестерин, как там его называют, три глицериды, все это снизилось. У меня в семье были случаи сердечных заболеваний. У меня высокий уровень ЛПНП. Это самый плохой показатель. У 30% из нас он такой, и если мы ничего не сделаем, то проживем недолго. Но отказ от мяса был очень важен. Дело не только в белке, но и в жире, который содержится в стейке и других продуктах, которые я ел. А потом я отказался от молочных продуктов. Я сделал это просто, чтобы посмотреть, что будет. Я подумал, что это не имеет значения. У меня нет аллергии на молочные продукты. У меня нет непереносимости лактозы. Но это действительно дало эффект. Стало еще лучше. И я думаю, дело в том, что я ел много белка, не только жир, но и яйца и все такое. И теперь, когда у меня меньше белка, я думаю, что путь МТОР, который очень важен для долголетия животных и, возможно, людей, действительно работает так, как никогда раньше. Это действительно интересно. И единственное, что я хочу добавить об Алане Кэмпбеле, чтобы люди не подумали неправильно. Он тоже в основном питается растительной пищей, иногда добавляя немного рыбы. Так что это в основном растительная диета. И просто интересно, что вы оба пришли к одному и тому же, я бы сказал, с разных сторон. Я всегда нахожу это интересным, потому что это заставляет меня задуматься, что, возможно, в этом что-то есть. Ну, я не люблю растения. То есть я сейчас учусь любить растения, но для меня они были просто гарниром. Но вот в чем дело. В социальных сетях много споров о том, что полезнее, мясо или растение. Я бы хотел, чтобы мясо продлевало жизнь. Это было бы просто замечательно. Но это не так. Посмотрите на тех, кто живет долго. Это, как правило, невысокие женщины, которые мало едят и придерживаются вегетарианства. Вот в чем дело. Мы можем спорить об этом весь день, но есть научные факты, на которые мы должны обращать внимание.